Книга «Открытым оком». Том 7. Тема «Рождение». Вопрос 1917. «Если христианам нельзя никого проклинать, то как же в житиях встречается, что проклинали друг друга и еретиков?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Это все вопреки слов Христа, и на том ставить клеймо «Антихристово дело». По этим немногим местам из Библии узнайте же отношение Бога к проклятию». Бытие 27.29. «Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Книга чисел 22.12. «И сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». Книга Псалмов 108.28. «Они проклинают, а ты благослови, они восстают, но да будут постыжены, раб же твой да возрадуется». Книга Притч 30.11. «Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей». Евангелие от Матфея 5.44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Послание к римлянам 12.14. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Житие Евтихия, Флорентий. Память 23 августа. Те, кои убили его медведя, не причинившего никому никакого зла, получат еще в настоящей жизни пред глазами всех наказания от Господа. Лишь только угодник Божий успел сказать эти слова, как за ними последовало и самое дело. Ибо внезапно те четыре монаха были поражены от Господа страшную проказую, так что сгнили все члены их, и они умерли в той болезни. После того, как случилось это, человек Божий Флорентий пришел в великий страх, что проклял братья тех, и никогда в продолжении всей жизни своей не переставал рыдать о братьях тех, себя же называл их жестоким убийцею. Все сие сотворил всемогущий Бог для того, чтобы тот простой и добродетельный муж, будучи обижен, никогда более не проклинал никого устами своими.